Давайте помолимся перед занятиями. И спаси, бложе, души наши. Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сергей Павлович, позволь мне пару минут сказать что-то. Позволяю. Я тут сейчас не буду, может быть. Ну, я рядом здесь. Мне нужно дать объявление про этих американцев. Я вам помещу здесь на нашем чате. И кто может, помогите. Может, у кого кто-то в Америке есть с семьей в 14 детей, приезжает он на Алтай. И что он ищет, это он нас бы мог найти. Все верующие. Я объявление сейчас скину. Ну, и вы там, где можете, знакомым, везде распространите. Найти его надо. Статья его помещенная, наши ресурсы, я все покажу. Меня сейчас не будет с вами. Ты им так через полчаса наведайся. Я, может быть, дам знать. Подключишь, когда вопросы какие-то решать. Я минут на 20 отойду. Ага. Вас отключить? Да. Ну, можешь и не отключать. Пускай так будет. Так даже удобнее мне. Ну, хорошо. Только микрофон выключите. Помоги, Господи, в ваших нуждах. Да. Господи, помоги. Почему-то у меня нету демонстрации экрана. Она вот исчезла, надо же. Да. Ну, ладно. Придется без текста. Сергей, Игнатий Тихонович объявлял же, чтобы не было вот этих, без фотографий. Что-то так много их. Да, вот замечание. Эд Ян. Просьба выставить свою фотографию. А кого много? Все. Остальные все с фотографиями. А вот и Елена Язенкова еще цветы. Просьба тоже свою фотографию выставить. Вот. Енафида робот. Замечание платок. Что по делу на аватарке. Христианка все-таки уже не первый год. Вот. Так. Ну, продолжаем наши... Так, кто-то еще тут. Вот Игнатий Тихонович объявлению. Вот это... Размещает... Чтобы вам было... Понятно. Вот, видите, это вот семья. Путин, православие, потенциал. Почему американец с 14 детьми переезжает на Алтай? Вот тоже мы покажем на нашем занятии. Лекарства не будем, читать не будем. Вот. С поисковым бородой. Вот тебе, американец. Жена как благочестиво выглядит. Вот такая вот приятная новость. Ну, а мы продолжаем противосектантские чтения и разбор возражений сектанцев, касаемых поста. Очередное заблуждение сектанское. Такое. Всякий христианин может есть что и когда угодно. Может есть все, что и когда угодно. Так, видимо, слово пропустили. И приводит такое местописание. Послание к римлянам 14.6. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Послание к Колоссянам 2 глава 16-17 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. И Галатам 5.1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть, игам рабства они называют соблюдением постов. Так, ну и вот, и как бы намекает, что никто вас за пищу и питье, нас, сектантов, пусть православные не осуждают. И вас, дорогие слушатели, они как бы обращаются к простодушным, и вводят их в заблуждение, что Библия нам говорит, что посты не нужны. Однако, это совершенно не так. И православный во свете Библии этот вопрос должен разрешить вот таким вот образом. Вот, на нашем канале уже все это, в нашем чате все это стоит. Позднее можете ознакомиться. Итак, православный парирует сектантское возражение относительно ненужности поста. В церковь Христову вступили, кроме язычников, и иудеи, которые не могли сразу отрешиться от обрядовых предписаний Моисеева закона, касавшихся различных омовений, праздников, суббот, постов и т.д. Христиане из язычников посчитали все чистым, и что нет ничего в себе самом нечистого. Римлянам 14.4 Унижали немощных в вере иудеев. Почему из-за вопроса о пище, субботах и тому подобном начались большие пререкания и споры? Споры эти были между христианами и иудеями и христианами-язычниками. И вот апостол Павел их примеряет. Вторая глава в послании к Колоссянам, он им пишет. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владыки и иераполи, и ради всех, кто не видел лица моего воплоти, дабы утешились сердца и их соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога, Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не улег вас философию и пустым обовлечением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с овлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. То есть это есть тень будущего, а тело во Христе. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями будет, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Решает вопрос об отношении христианства ко всему обрядовому закону вообще и к употреблению пищи в частности. Римлянам 14 глава «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает?» Ну, тут дальше про дни, различает, не различает. Ну, вот, не будем сейчас тратить это на это время. Очень длинная глава. И вот дальше он пишет «Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». То есть, как и вопрос об идоложертвенном. То есть, речь шла не о постах, а об идоложертвенной пище. То есть, Надежда Благодатская, хватит баловаться, читать, писать всякие какие-то кобеля, сучки. Не отвлекайте меня постами своими. Апостол Павел не говорит здесь о ненужности христианских постов, а преподает учения о безразличии для спасения того или иного рода пищи. И замечает, что если пища, например, мясо соблазняет кого-либо, то, чтобы не погубить немощных, лучше не есть мясо никогда. Пятой апостол тоже был свободен, видел Господа Иисуса Христа, но сам постился, показывая этим пример другим верующим соблюдать посты. Так, секундочку. 1 Коринфянам 9.1 Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? И 10.23 Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов? Следующее возражение. Заблуждение сектантское очередное. Они говорят, если поститься, то нужно определенное время не есть совсем ничего, а не делать различия в пище, не назначать известные дни или времена поста, например, среда, пятница, успенский, рождественский, петров. Тем более, что для этого нет нигде в писании никакого основания. И так отвечает православный на это возражение. Святая церковь не возбраняет каждому отдельному христианину, постясь не вкушать совсем. Но должен быть порядок, как говорит апостол, все должно быть благопристойно и чинно. 1 Каинфянам 14.40 Потому что Бог не есть Бог не устройство, но Бог мира. То есть порядка. 2 Фессалоникийцам 2.15 Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Матфея 18 глава, 17-18 стихи. Если же послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Видимо, Толя уже столько народу, что не входит в следующий. Да, тихонько освободился. Добавляю в разговора. Ничего нет почему-то. Не добавляется. Может быть из-за того, что демонстрация экрана... Сейчас я остановлю показ. Неполадки какие-то. Может пройдет со временем. Но в Священном Писании есть указания как на различия принимаемые во время поста пищи, так и на определенные установленные для постов времена. Однако есть эти указания и на времена, и на смену пищи. В Библии эти места есть. Сейчас мы их узнаем. Относительно употребления во время поста одной постной пищи читаем. Третья книга езды, 9 глава, 24 по 26 стихи. Выйдешь на цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов, и не вкушать мясо, не пить вина, а только цветы. Молись ко Всевышнему непрестанно, и я приду и буду говорить с тобой. И пошел я, как он сказал мне, на поле, которое называется Ордав, и сел там в цветах и вкушал от полевых трав, и была мне пища от них в насыщение. Асектант утверждает, что ничего подобного в Библии нет. Однако ясно видим. Не вкушать мясо, не пить вина. Прям как вот пост. Только цветы, то есть растительную пищу. Дальше. На заре не пили вина и крепких напитков. То есть тоже исключали именно из рациона. Тоже своего рода пост такой у них был. Число 6.14. И он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без пороков во всесожжение, и одну однолетнюю агнцу без пороков жертву за грех, и одного овна без пороков жертву мирную. Вот. Совсем понятно, для чего этот стих. Судей 19.4. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его, и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него три дня, а они ели и пили и ночевали там. Лука 1.15. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Абы, а не крестители речь. Остальные пили, а он не пил, вот и пророчество о нем такое было. Исход 12.15. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. Вот и о днях тут уже в Священном Писании говорится, о попределенных. С первого дня до седьмого дня. То есть диктанты говорят, ничего этого нет. Римлянам 14.21. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат вы притыкается или соблазняется, или есть не могает. Тоже разделение в пище, мясо и вино выделяется. Сектанты говорят, если уж поститься, то вообще ничего. А все остальное это не пост. Пост. Об этом на протяжении всей Библии идет вот это вот. Первое Коринфонам 8.13. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Тоже о мясе речь. Не обо всей пище. Относительно среды. Времени Христос был предан на мучения. В пятницу. Лука 5.35. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. То есть о пятнице речь. А в среду Иуда сделал предательство. И поэтому мы в среду и пятницу два дня в неделю постимся. Великий пост. Подражание Христу, постившемуся 40 дней. Матфея 4.21. Оттуда, идя далее, увидел от других двух братьев Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцов их, починивающих сети свои, и призвал их. 1 Петра 2.21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Петров пост. Подражание апостолам, которые, быв посланы Духом Святым, перед отправлением на проповедь, постились. Деяния 13.2.3. И когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, Отделите мне варнаву и салу, наделая, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. 1 Коринфянам 4.16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот это вот, и мы подражаем Христу, вот этот вот строгий пост на Пасху. Далее, Успенский пост. Успенский, от Успения, значит, слово Успения. Усоп, говорят, не умер, а усоп. Значит, Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть, братья эти усопли. И вот нам, апостол Павел в послании евреям, и говорит, подражайте их вере, значит, усопшим людям. Вот эти вот. А они постились, вот и мы им подражаем, чего сектанты не делают. Далее, Рождественский пост. Верующие подготавляют себя к встрече великого праздника, праздника Рождества Христова. И вот книга Деяний, 27 глава, с 8 по 12 стихи прочтем. Пробравшись же с трудом, мимо него прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел сетовал, видите, а пости уже испостились, то Павел сетовал, говоря им, мужик, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели, словом Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. К сожалению, не подключается Игнать Тихонич. Надежда Благодавская, что же такое случилось-то? Так, есть еще однодневные посты у православных. Это усекновение главы Иоанна Крестителя в этот день поста 11 сентября, Новый стиль. Воздвижение честного креста 27 сентября, честь вспоминания страданий на кресте Спасителя мира относительно определенных сроков продолжительности поста. Есть указания, читаем Левитом, 16-29 И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смирайте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Так, у кого-то микрофон включенный. Посмотрите, не могу сейчас сказать, Шумы идут. Старозаконие 8.3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Захария 8.19 Так говорит Господь Саваоф пост четвертого месяца и пост пятого и пост седьмого и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истинный мир. Деяния 13.3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния 27.8.9 Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Так. Но как прошло довольно времени, и плавание уже было опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел Сетов в этом уже читал. Еще раз вспоминается о посте. Вот. Вопросы по этому отрывку есть у кого? дополнение возражения. Так. Сергей Астахов у вас. Сергей там не сетовал, а советовал. Благодарю. Павел советовал, да. Советовал, троеточие. Благодарю. Поправляйте меня, потому что, ну, даже профессиональные дикторы делают очень много ошибок, а я уж, ну, грешен. А можно вопрос о посте? Да, можно. Вот, не по теме, но вроде в тему. Ныне будет шестого сочельник, а выпадает на воскресенье. Воскресенье поста нет, а как быть здесь? Воскресенье должно преобладать, я думаю. Правильно, Гнать, Игорьич? Правильно, вы можете не вкушать, как говорится, чуть пораньше поесть. Вот, когда пост идет, а в это время у нас разрешается растительное масло, суббота, воскресенье, и считается, поста уже нету. С растительным маслом что-то заранее поджарьте, подготовьтесь и поешьте там, ну, часов 5-6 вечера. Вы выполнили то и другое. Все, благодарим. Так, я выдал объявление, кто где находится ВКонтакте, всюду, везде распространите объявление, чтобы, помогите найти, это нужно сделать очень быстро. Сделаем. Так, еще очередное заблуждение сектантов разберем. То есть, они говорят, что пост убивает тело, а с ним и вредит душе. Ну, вот, что должен на это ответить православный. это не заслуживает внимания, ибо бессильна перед судом слова, слово Божие, перед наукою, перед наблюдением над жизнью человека. Первозданным людям Господь назначил питаться не мясною, но растительной пищей. Бытие 1.29. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. И вот дальше разбирается, каких животных можно есть. Об этом было сказано в Ветхом Завете в книге Левит 11 глава. Значит, вот животные, которые вам можно есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копыта глубокие разрезы, которые живут жвачку, ешьте. Ну и дальше каких не ешьте, сказано. Не ешьте из жвачки, имеющих раздвоенные копыта. И дальше идет переключение, перечисление этих всех животных. Длинное такое, не буду тоже на это время тратить, тут и чайки, и совы, и страусы, филины, цапли. Ну, нам сегодня это на спасение никак не влияет. дальше мы разберем. Вот об этом вся глава говорит. Каких можно есть, каких нельзя. Вот. Дальше во второзаконе в 14 главе тоже сказано не ешьте никакой мерзости. Вот. И вот тоже перечисляется скот, которого можно есть. волы, овцы, козы, олень, серый, буйвол, все это перечисляется. Вот. И каких не ешьте, тоже верблюда, зайца, тушканчика. Все это вот тоже идет разделение на тех, которых можно есть и тех, которых нельзя есть. И вот иудейские христиане, они все этого держались и никак не могли от этого избавиться. Они сегодня, сегодняшние даже я знаю, есть старообрядцы христиане, которых кролика не в жизни съедят. То есть придерживаются вот этих иудейских обычаев. Значит, нечистое для них. Зайчатин или. Далее. Посты узаконенные для Израиля. В то время была книга Левит 16.29 И да будет сие для вас вечным постановлением седьмой месяц десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец ни пришелец поселившийся между вами. Читали уже это повторяется. Дальше. Во второзаконе также сказано в 8 главе 3-5 стихи Он смирял себя томил себя голодом и питал себя и питал тебя манную которую не знал ты и не знали отцы твои дабы показать тебе что не одним хлебом живет человек но всяким словом исходящим из узды Господа живет человек и зная сердце твоем что Господь Бог твой учит тебя как человек учит сына своего вот 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 этих вот постах ветхозаветних было сказано в Библии вот так что пусть сектанты не говорят что о них ничего не говорится даже и о новозаветних постах давайте прочтем Матфея 4.2 и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок в залков о комнате говорится о Христе Христос постился Леша приехал у Стилов Сало наверное привез так 6 глава 16-17 стихи Евангелия от Матфея так же когда поститесь не будьте унылы как лицемеры ибо они принимают на себя мрачные лица чтобы показаться людям постящимися истину говорю вам что они уже получают награду свою а ты когда постишься помажь голову твою и мой лице твое 9 глава 15 стих и сказал им Иисус могут ли печалиться сыны чертога браточного когда с ними жених но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься будут поститься истинные христиане а сектанты они не будут Христос так сказал об учениках своих сектанты ученики Христовы только на словах а на деле ничего деяние 13 глава 1 по 3 стихи тогда они совершив пост и молитву и возложив на них руки отпустили их 2 коринфянам 6 4 5 но во всем являем себя как служители божии в великом терпении в бедствиях в нуждах в тесных обстоятельствах под ударами в темницах в изгнаниях в трудах в бдениях в постах вот тут еще раз о посте говорится 11 27 в труде в изнурении часто в бдении в голоде и жажде часто в посте на стуже и в ноготе апостолы заповедали поститься и нам 2 Петра 1.6 в рассудительности воздержание воздержание и терпение в терпении и благочестие воздержание в том числе воздержание от пищи Галатам 5.23 в рассудительности воздержание в воздержании и терпение в терпении и благочестие то же самое повторяется под постол Павел и Галатам и Педр говорит один в один 1 Коринфянам пишет в 9 главе 25 стих все подвижники воздерживаются от всего те для получения венца тленного а мы нетленного современные врачи доказывают что растительная пища гораздо здоровее полезнее мясной многие болезни излечиваются при строгом воздержании цель поста не в расстройстве тела которое есть храм живущего в нем Духа Святого 1 Коринфянам 6.12 все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною а в очищении этого храма от всякой мерзости в освобождении его от злых похоти и вожделении плоти ибо плоть делает противного Духу Галатам 5 глава 16-17 стихи я говорю поступайте что не делай желают желают ибо плоть желает противного Духу да я делаю благодарю Галатам 5 глава 16-17 я говорю поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти ибо плоть желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся так что вы не то делаете что хотели бы Яков Якова 4-1 Откуда у вас вражды распри не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших Псалом 34-13 Я во время болезни их одевался во вретище и изнурял постом душу мою и молитва моя возвращалась в недра мое далее цитата Василия Великого изнурение тела приучает нас к победе над страстями впрочем не так должно поступать с плотью чтобы естественную ее силу расслабить и привести в совершенное бездействие воздержание и чтобы от чрезмерного расслабления дошла она до невозможности следовать за умом вопросы это вот последнее что зачитали это что означает что не переусердствовать да не переусердствовать да то есть в меру какую-то значит что ли конечно конечно у нас брат тоже попал в больницу и врачи с коленем заболели у нас лишний вес и вот так усердно этот вес начал сгонять что его пришлось оперировать то есть пять дней не пел не ел и еще одну болячку добавил то есть болеет да тут ты именно переусердствовал тут написано в общем следовать за умом нужно в этой ситуации то есть бывает что до умопомрачения в обморок уже человек падает и какой тут уже ум отключается его невозможно так себя истомило да правильно не переусердствовать а то что пост полезен для здоровья вот я перед вами живой пример и свидетель у меня был диагноз лимфосаркома онкологическое заболевание и врачи мне строго-настрого запрещали поститься во время химиотерапии потому что была опасность лейкопении это такая болезнь от которой человек тоже умирает вот но я поверил брату ты больной тебе особенно нужно поститься я стал поститься в первый пост строгий как раз был я не ел мясо не пил вина вот и сдал анализы анализы были лучше чем у здорового и врачи меня спрашивают удивленные такие что вы принимали какие препараты я принимал молитву на ночь утреннее вечернее правило и простился вот они так улыбались вот это я на себе испытал действительно поверь ваше это будет вам я в это поверил поверил то есть пост и молитва заменяют любые лекарства получается если поверить да поверить да ну и христос то видите оружие против дьявола болезни это за грехи даются спускаются господом а бесы которые мысли наталкивающие на грех изгоняются только молитву и посту и то и другое должно бесы тебя не искушают грехов нету и тело обновляется и исцеляется прежде нужно душу конечно врачевать а как без поста и молитву врачу это никак Сергей можно задать вопрос вот у нас в храме ходит молодая пара с младенцем ему 4 месяца младенца у него уже в почках камешек как оно может взяться оттуда и правило как правильно я понимаю что это за грехи родителей у ребенка такое может быть да в писании есть такое что Бог наказывает предупреждает потому что родители по-другому не понимают а вот когда дитя начинает заболевать вот мама моя пришла к Господу когда я заболел очень по-другому она не понимала не хотела бросать первый ребенок у них умер второй вот так родился это точно наказание за что-то вот ну так же в писании не надо забывать есть место слепорожденным спрашивают а вот почему так кто согрешил он или родители никто не согрешил это для славы божьей может быть этот камешек для слав сделать что он как-то выйдет чудесным образом помолить какого-нибудь святого и многим веру через это чудо вот такое рассуждение как бы если господь посылает нам болезнь и мы лечим эту болезнь то мы уходим от ведь господь посылает для для пользы нашей болезни а мы ее излечиваем что теперь не лечиться что господь послал болезнь болезнь для того чтобы болел болел и болел перестал грешить страдающий плотью перестает грешить он уже не может он понимает о добровольно не хотел оставлять грехи вот пришлось не добровольно мамы мои лишний вес сахарный диабет объедалась объедалась что такое диабет двойной обед вместо одного двойной обед не хотела добровольно отказываться от объедения приходится потому что если объезд сахара поезд все смерть вот такой болезненный господь посылает на таблетках сидит сейчас то не объедается по-другому никак человек не может понять кто-то может а кто-то не может к ним подает такую болезнь другую другую на то что не лечиться как не лечиться другое дело есть не не излечимой болезни сахарный диабет живут с ними всю жизнь на таблетках еще вопрос сейчас пост идет кто не знает следующей неделе уже рыба разрешается только суббота-воскресенье рыба уже вот с понедельника и до до рождества до 7 января так что те кто еще не простится вот возьмите лучше поздно чем когда испытаете это благо на себе просите у бога помощи потому что самому тяжел тяжело и не думайте как сектанты что пища нас не удаляет не приближает есть и мясо не местописание мы сейчас их разбирали еще раз повторюсь они не о посте обыдала жертвенном были и вот разделение пищи на чистую нечистую а посты были всегда и ветхом завете и в новом церковь хранится это для для нашей же пользы и как для душевной для духовно так и для теле так ну что еще у нас 8 минут есть еще одно возражение начнем разбирать следующее возражение сектантов зачем христиане употребляют в пищу мясо свиней едят рыбу без чешуи и и другую запрещенную моисеем пищу ну вот и вот одиннадцатая глава пролистывали мы ее книга левит и второзакония 14 глава вот тогда ешьте и всех других запрещенных животных раз вы ими свиней едите когда и скорпионов глотайте и змей как бы вот такой вот упрек нам православным раз для вас все чисто так чешу тогда возьми гадюку поймай и съешь ее вместе с ядом раз для тебя все чисто как бы так они говорят скорпиона зажают православный для христиан всякая пища сама по себе чиста да это истина так и в этом апостол павел римлян пишет 14 главе 1 4 стих немощного вере принимайте без спорах о мнениях ибо иной уверен что можно есть все а немощный есть овощи кто ест не уничижай того кто не ест и кто не ест не осуждай того кто ест потому что бог принял его кто ты осуждающий чужого раба перед своим господом стоит он или падает и и будет восставлен ибо силен бог восставить его 1 тимофея 4 глава со 2 по 5 стихи через лицемерия лжесловесников сожженных совести своей запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то что бог сотворил дабы верные познавшие истину вкус шали с благодарением ибо всякое творение божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что освещается словом божием и молитвою титул 1 15 для чистых все чисто а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но скворнины и ум их и совесть закон моисея родах пищи потерял для нас христиан всякое значение ибо мы уже не под законом а под благодатью римлянам 6 14 колоссянам 2 глава 16 17 стихи и так никто да не осуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник или лавомесячный или субботу это есть тень будущего тела во христе 20 22 итак если вы со христом умерли для стихий мира то для чего вы как живущие в мире держитесь постановлений не прикасайся не вкушай не дотрагивайся что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческого христианам все чисто все позволительно есть в свое время но если не всякое животное едят то потому что как не всякое съедобное растение так и не всякое мясо животных приятно и полезно лука 11 глава с 11 по 12 стихи какой из вас отец когда сын попросит у него хлеба подаст ему камень или когда попросит рыбы подаст ему змею вместо рыбы или если попросит яй яйца подаст ему скорпиона то есть но старом завете были ограничения по печи а новый запят уже от меня правильно я понял правильно но все равно ограничение есть удавленная там с кровью да да это да это новый завет перешло удавление на христиане есть не должны должно быть почтение крови и болней душа ешьте с кровью как в ветхом завете это было так но воздерживайтесь от удавленные блю и блуда это он писал как раз и к язычникам христианам но или с разумением естественно крыс там тараканов это уже как по воспитанию своему зачем тебе крыс 40 вот видишь тут живут тоже безбожник едят это безбожники едят такое конечно ну сказано вся вся пища чистая если произносит благодарением и с молитвой если настал станет голод нечего есть они крысы до такого быть не можно что крыса будет всегда там где пища какая-то пищевые отходы там и крысы они там пищи крыс не будет к тому что голод если люди друг друг друга ели в лесу зайцев ловили петлями звери петлями ловили выдавленники рябчиков вот пожалуйста выдавленники ели 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 чтобы не умереть с голоду она не и христа тоже упрекали а вот ученики твои ели там колось это спойлер вали чего не должно делать просто импорировал это все тоже надо с благоразумием подходить у вас в храмах если такое сейчас началось вот в прошлом году у нас 31 декабря ночная служба в 11 часов вечера служба а я чё-то не догадалась у батюшки спросить это чё в честь нового года у вас такое есть нет ой да я не помню в храмах московской патриархии то есть они елку ставят и звезды лепят на кошмар да я нас поклоняется получается какому богу янусу 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 что это за бог такой от я нас от начала январь январь богу января да извините выскажу предположение если есть такая возможность церкви когда служба идет 31 декабря в ночь лучше пойти церкви на службе постоять чем участвовать в этом шабаши новогоднем мирском когда кругом кто в жилом доме живет много квартиру со всех сторон это пляски крики визги и все такое прочее согласно согласно я с вами полностью согласна и у нас уже третий год такая служба проводится и почему бы не пойти на службу просто обыкновенная литургия не в честь кого она просто ночная литургия начинается в пол двенадцатого конечно это интересно ну может быть даже и против того чтобы на праздники шли да ну надо было спросить что то я не догадалась но не то чтобы против а просто какая альтернатива праздник это уже хорошо да да я об этом слышал от священников московской патриархии что это альтернативе и вот этим пьяным застольям да то есть они настолько не уверены своей пасты что если они не устроят литургии 31 все нажрутся на горке их не прихожане так можно разумеет не так кто не ходит тот тем более в на новый год и не пойдет так его я тоже зачем литургию это а это как раз именно привлечено к новогодним праздником почему литурги сделали 31 не 30 и 29 31 чтобы была возможность у пасвы отойти от этого шамша как раз именно для этого уединиться не буду так час прошел вопросы можно задавать да тихонич с нами очень хорошо слово златоуста на новый год я обычно перед новым годом всем своим друзьям это слово но уже можно сегодня 23 уже потихонечку можно это слово златоуста на новый год она актуальна на сегодняшний день как раз он говорит что идет пост люди веселятся сам ваш ведьм почему именно на рождество гадают все это все знают силы дьявольские что родится спаситель христос начинается только вот лакоханалия пьянки гулянки салюты выстрелы еще только 23 уже за окном стреляют салюты чего они стреляют вот 25 это католический будет декабря выставили это текст чтобы мы тоже почитали я я выставила ролик зверства в китае что китайцы начали творить с христианами с мусульманами термах все наяты даже гости в китай ездят их ловят и вот заставляет станок становиться буддистами в невыносимых условиях не ездите в китай никто лучше туда же ездят за развлечениями вот они получают свои развлечения сергей разрешите задать вопрос там вот в чате написал эти пожалуйста если можно сейчас секундочку так вы читали от луки и там же ниже стих идет и так если вы будучи злые умеете благие даяние благие давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящим у него что значит отец даст духа святого не нашел ухо филакта толкования как понимать эту фразу в стихе а что тут непонятного дух святой исходит от отца вот я почитал а извините извините ну давайте еще хорошо вопрос давайте до конца что ими я открыл толкование библии оптина там вот лопухин пишет что как бы благо вот непонятно тут говорится о третьей личности то есть или просто о благах каких-то то есть благо небесные там вот так вот или более конкретно говорится как о духе святом как о личности духе святом то есть человек у бога выпрашивает духа святого и он должен верить что отец ему этого духа святого даст и приводится пример почему-то откуда такая вера если вы будучи злые умеете даяние благие давать детям вашим вот даже злой отец он своему злому ребенку все равно там конфетку купит там или там подарки там на новый год он дает тем более отец небесный даст вам просите и дано вам будет стучите и и найдете от варят вам то духе святого говорится же на для нам христианин христианам самое важное получить духа святого рождение свыше еще это называется самое главное кто духа христова не имеет тот и не его не всякий говорящий мне господи господи войдет царство небесное ну правильно ли я понял то есть мы как бы верим что имеем и как бы просим чтобы пребывать будучи святом до чтобы дух святой вводила чтобы он нам внутри нас подсказывал нам что такое хорошо что такое плохо уже не не в библии мы вычитывали это потому что библия и и раньше но не не было она когда-то заповеди писанных вообще не было но люди жили как-то же они чувствовали совесть у них была совесть подсказывала что можно что нельзя а потом когда совесть сожгли стал закон писаный также и здесь вот христос умирает и вот эту нашу греховную природу человеческого обновляется через страдание через кровь его и мы возвращаемся вот это состояние когда дух святой подсказывает нам как себя вести в той или иной ситуации и она описание говорит уже не на не надо будет ни учителей ничего но сам дух будет подсказать вы сами внутренне будете понимать совесть вас об вас будет говорить вас дух святой наставлять вас исследуйте самих себя верили вы то есть сами себя совесть ваша с вас то осуждает то оправдывает а бессовестные люди ну что он он не считает ни грехом мне не убийство они не прелюбодеяния не не воровство все так же учет такого понял благодарю слава богу так значит вот тут вот еще такое мы супермаркете покупаем мясо курицу мы не знаем электрошоком убили или удавили или уколом как там мой муж работал тут на ферме огромный ангар этих куриц ловили и ударяли об стены ангара это получается удавлене удавленная вот меня тоже этот вопрос мучил и у нас сестра ныне покойная анастасия дробот она работала на птицефабрике там не удавлено ли она говорит да бьют сначала током чтобы она не не треплыхалась курица как бы оглушает ее но она не убивается она еще живая а потом прокалывают ей шею и кровь выходит то есть это не удавлено а а здесь бьют об ангар я как если ее ну смотря как ударить если у него мозги в разные стороны с кровью и через мозги кровь вытекла это не удавлено то есть удавлено и считается так где кровь не вытекла где кровь не вытекла то удавлено я тоже по началу повел зачем мы этим которые на производстве заморачиваться с этой кровью удавили ее током как говорится тюкнули с кровью продали кто-то будет разбираться мясо будет другого качества если в ней кровь осталась ну да скорее всего так и есть есть кошерная пища написано то уже проверено там без крови и специально продаются выставлены без штек с кровью он называется там видимо мясо что кровь это что это что колбаса кровяная продается кровяная колбаса дальше там гематоген тоже там кровь там медвежья кровь там все в этом есть душа это христианин есть не должен он должен крови относиться благоговейно сегодня мне еще попался ролик где говорится что китайцы отправили в россию мясо под видом баранины на кость налепили крысиное мясо вот так вот ой ты в это веришь сейчас во все не в ни в чем удивиться нельзя везде обман но в крысе сколько там мясо чтобы на баранью кость лепить и чтобы в россию продавать затратно не знаю покупайте мясо в проверенных покупателей да ты у евреи хитрят наталья пишет говорят кошерное продают не кошерное вот но в писании сказано то есть там не должны мы из следовать специально там не было жертву на недобожертвенное кошерное не кошерное то придешь на базар и начнешь там все комица мозги выколупывать у вас крови а вы докажите покажите сертификат не знаю дайте хочу вас не слышно микрофон выключен его для камеры говорить алексей потеряет есть новосибирска важный разговор был я поэтому отдалялся так что где вы там еще у вас вопрос давайте я у кого есть возможность вконтакте в одноклассниках в фейсбуке везде разместите наше объявление что на меня вышли это мои мои телефоны поставьте восемь девятьсот шестьдесят один я не написал восемь девятьсот шестьдесят один двести тридцать семьдесят шестьдесят или заходили лучше по скайпу по телефону я могу и не ответить я прошу всех помочь слушаю а где вы их нашли гнати тихонович мне наша сестра одна сказала я говорю если она американка на платок не будет носить а фотографии то сейчас вот посмотрите она в платке такие прямо и мне захотелось связаться с ними потому что они где поселяется они будут разочарованы они выехали ради детей а там везде неверующие для воспитания детей лучше потерявки места вообще в россии нету нигде нету одни верующие ничего нету все помогают друг другу да сразу учителя все православные церковь и все с нуля ну вот это нельзя это кто-то должен создать а это не создать попытки были ни одной пока нету деревни такой чтобы не пить не курить не материться не воровать не лгать вот пять качеств тогда мы разговариваем а в этом все есть и главное бог так сделал что и и брал именно алтай не новосибирск не толуни киев им посоветовали на алтай нужно поскорее пока они там не начали где-то что-то строить Игнатий Тихонович это тут редкий случай когда вы наоборот приглашаете зазываете к себе исключительно в общину мы не разрешаем в общину а там уже видно будет он приедет там все это покажет дальше собрание будет он подпишет что устав будет там правила свои в общину к нам когда мы проповедуем никого не зовем это правило а это в деревню а в деревне написано ищем соратников про деревню мы везде давали объявления в газетах в телевидении Леша было я записал все постараюсь сегодня снять и через день примерно поставить вы послушайте где я сейчас он был о чем говорили вот везде столько у меня врагов конца нет вот сегодня утром выставили ролик и в Греции Греция там разве хулитель там еретик и этот приезжает с Новосибирска там говорит такая большая группа людей они когда-то знали меня и вот сколько лет уже проходит лет сорок с лишним я там не был новое поколение и у них говорит разговора никакого нет только обо мне я говорю вы что в самом деле ничем не заняты я говорю если они ко мне что-то имеют пусть выскажут я желаю это знать написано согрешит брат выговори ему приобрелась и покаялся нет двоим троим и так дальше а то это никакой я то не знаю о вашем состоянии но я молюсь господи у меня много врагов не поменяем безумие их лжи судный день дай им господи прозрение но хорошо то что они пока на мне тогда они другом месте зло не могут делать они мной заняты ну что неужели вопросов нет тут рассуждали о 31 декабря литургия в храмах происходит и вроде как это делают для того чтобы отвлечь людей от пьянки не надо думать об этом разговаривать даже не о посте феофана затворника вы считали там или нет его изречения было или не было затворника не было а у василия великого было а феофана затворника не было не дошли еще он говорит причины четыре которые люди не хотят поститься и говорят ну какая там нужна когда надо я сам попощусь не с церковью как посты назначены в другое место для здоровья вредит и он показывает на все единственное причина одна не хочу больше не остается никакой а вот когда умрешь и тебя дьявол потащит в ад бесы хочешь не хочешь а пойдешь вот и весь ответ потому что постому молитвы изгоняются демоны духи злые вот у меня вопрос икнатий икнатий простите это вот на каждой литургии перед причастием читается молитва тайной трапезы твоей пасхальной сыне божий сделай меня участником сегодня я не выдам врагам тайну твою и не дам тебе этого целования о какой тайне идет речь ну какой тайне сейчас мы это не исполняем это о причастии с неверующим когда говоришь ему не рассказывай что здесь совершается присуществление тела хлеба в тело а вина в кровь чтобы мы это куда не надо не говорили людям когда там ну такой момент бывает что ты видишь что он хулит а ты ему в это время сказал это тайной называется когда я Златоуст говорил проповедь а были оглашенные и он добавлял верные знают о чем я говорю они понимали это буквально а как понимать буквально как тайна когда все везде напечатанное для меня это не совсем понятно видимо в то время была такая обстановка сильно за это преследовали а вы вот такое каннибалством занимаетесь едите тело и кровь вы кровопивцы ну и такое видимо что-то там такое было а сейчас евангелие бери считай шестую главу евангелия Теана и там все написано прямо говорит кто не пьет крови не ест плоти не будет иметь участия со мной в жизни ну так что именно об этом говорится понятно спаси Христос слава Иисусу видите православным быть легко не надо умничать все сказано да я думал я говорю думать то не надо надо готовое взять запомнить и поблагодарить Бога вот и все дядя Игнатий да Василий слушаю слышно видно видно и слышно в общем смотрите Стив Митчелл искал его в интернете что-то никаких координат не нашел но прочитал статью что он приезжал сюда на Алтай к Джастасу Волкеру вы знаете такого видеоблогера Джастас Волкер не знаю это тоже тоже человек переехал с Америки на Алтае живет он который смеется все время веселый веселый молочник его называет ну а он в Красноярском крае был потом сюда переехал да 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 я считал считал оказывается Стив Митчелл к нему приезжал в гости ну как бы спрашивал что как я вышел на связь с Джастасом Волкером говорю мне нужны координаты Стива Митчелла чтобы ну пригласить его в потеряевку Джастас Волкер мне ответил говорит что такого говорит он сделал что вы его приглашаете а меня даже не соизволили пригласить вот так вот а я говорю бороду тоже не брей просто она у меня так растет ну да если он не курит почему пригласить было он не курит насколько я знаю ну вот ты пригласи ему скажи я не живу там скажи я не мог но я посоветовался мне разрешили но только летом сейчас ходу туда нету дороги нету да 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 ну я так ему я сказал я думаю что вас не откажутся пригласить Конечно А он сейчас написал письмо этому Стиву Митчеллу И вот сейчас как ответ получит И я вам сообщу Ну я сейчас разослал везде Вот вы прочитаете объявления Я на тебя тоже выслал Не, все конкретно, вот сейчас человек Его друг на Алтае Он говорил, что рядом с ним Где-то он там, не вместе Вот, и в общем, как этот Стив Митчелл Ответит, я Он мне ответит, я вам сразу сообщу Главное для детей Если он ради детей решил, то скажи Лучшего места вообще нету его, искать нельзя Он будет там недоволен Там в школах что делается, дети-то Тем более они по-русски никто не знает А у нас-то верующие В общем, этот к вам хочет Говорит, что я приеду Хочет интервью взять у вас Джастас Уолкер, он тоже видеоблогер Ну пусть он на меня выходит, по скайпу поговорим Дай ему данные мои Скайп вас ждать, да, все хорошо Скайп можешь давать любому А если кто по телефону Допустим, ты говоришь Всегда не алло, алло, алло А так, я такой-то говорю, кто-то потому-то пришел Чтобы я решил, отвечать тебе или нет Потому что много недругов Они просто беснуются Им ответа нет Хорошо, хорошо Я сейчас ему тогда дам координат Да, да, да Я тебе могу даже сразу скинуть В какие часы можно к нам заходить Какой порядок, когда я приму То есть, понимаете Вам будет звонить Джастас Уолкер Это посредник между вами и Стивом Хорошо Я согласен Я вот это объявление, которое я сейчас дал Там все Про Потеряевку, снимки Какой порядок и прочее Ты ему скажи Столько детей У него будет огромное огорчение Где они будут учиться там Ну мы же знаем, какие дети Школа Я был там Я был, где они купили территорию Я был там В этом селе У меня там знакомые живут На Алатае? Да, да, да Это Усть-Калманский район Подгорный, вы, наверное, знаете даже Ну вот так Скажи ему И пусть выходит на данные На объявление, которое я дал Хорошо Я сейчас ему перешлю И как он мне ответит Я вам сообщу А вот в чате здесь Как называется В нашем сообществе Везде Я сейчас человек 50 на вас скинул Валентинис, Артисон Рахиль И всем скинул Сергея Евтушенко Да, да, да Ну вот Человек пишет тут в чате Что дети у них на самообразовании И так они и писали Что они домашним образованием Но это там Чтобы не ходили А тут-то нам Зачем домашнее-то? Там Дома-то Что он будет делать? А в школе-то По-английски-то говорить Если позвонят У нас английский Преподают в школе здесь Нет Я имею в виду Если этот Стив Вам позвонит Вы объясниться Да нет Лучше там Переведите где-нибудь Я могу что-то Не так понять Там проще Тогда Джастас Волкер Он как раз будет хорошо Он хорошо понимает Я прошу Чтобы перевели Что я послал Главное в объявлении Какие требования Не пить, не курить Не материться, не воровать Это ему объяснить надо И пусть на меня выйдет И он даже зимой Может приехать Посмотреть Тогда мы На воскресенье его Ну или весной лучше всего Не надо Сейчас Он замерзнет здесь У нас и было В прошлом году Кто-то шел Кто с какой целью Мы не знаем Его поездом Зарезало Ужасно С Казахстана Ехал Зачем он ехал Зачем шел А тут было Нам ехал Но не дошел там А с Казахстана Была угроза Угроза А может человек шел С недобрыми намерениями Мы ничего не знаем Говорят Ничего нельзя сделать Один там был Алмазов Фамилия Свербек И он разные головы Там отрезал Прилеплял к другим Там Надежду Василину Жену мою И что там блудит И прочее Ну мне сказали Обратиться в прокуратуру Я обратился А эти обратились туда Его как зажали Он мгновенно Все стер в один день Почему? Уголовная статья То есть он безобразничал Все В общем нашли вам этого человека Сейчас если он Согласится То он вам и ответит сразу Да И прямо Перевести ему Что нужно Я дал Скажу все материалы Там картинки То он поймет Как в деревне Дома Как отдыхают Как скотину продают Как что Ты все там будешь иметь Прекрасное пастбище Прекрасная вода Мы пруды Сколько запрудили Это прудов-то сейчас У нас Бог дал Ну дело в том Что они уже Купили территорию Это ничего не значит Он приехал Не для того Чтобы покупать Где как купил Там и продал А что купил Это я не знаю Правда или не правда Земля-то не продажная Просто надо Платить налог И все Дома не проголосовала За продажу Так как он мог купить Ну я написал Написано так Что купил Гражданство у него Принято или не принято Вопрос стоит Да Хорошо Хорошо все Он занимается Он занимается Сыроделием А сырье Для сыра Самое пригодное Из предгорных Районов Поэтому Он видимо И перебирается туда Ну не знаю Мы даже знать Дать Знать о себе Больше ничего нету Прямо всех районов Для сыроделия Не подходит Хорошо Хорошо Все тогда Спаси Христос Вот такая информация Скажи все православные У нас церковь есть И проще Для детей Лучшего места Тебе не найти Он приехал ради детей Да Не ради заработка Там у него И темнокожие дети Смотрю есть Я Да Приемные Это приемные 7 что ли у него Ну все Наверное Сегодня Все Спаси Христос Дядя Игнатий Аллилуйя Помогите Все распространите И на меня выйдите С Богом Все Давайте Сергей Достойно Достойно Я Кого Истину Блажит Детя Богородицу Пресноблаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувием И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Молитесь Игнатий Тихонович Милосердный Создатель Любящий Наш Отец Небесный Мы Предстали Перед Тобою Воздать Хвалу За все Милости Которыми Ты окружил Нас Слава Тебе О чем мы Рассуждали Все устрой По воле Твоей Святой Умещи Сердца Враждующих Будь Милостив К ним И Прости Нас Чем Мы Послужили Соблазном Будь Милостив Ко мне Грешному И Что Не по воле Твоей Сделано Днем Или Ночью В уме В помышлении И От юности Пощади А мой Все крови Твоей Пречистой Тебе Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Мир Вам Игнатий Тихонович Это Роман Беспокоит Вы уже Сняли А я хотел Спросить Ну говори А То что Вот Уже Много Дней Много Раз Уже Один И тот Же вопрос И как Вы говорите Я долблю А все равно Вопросы Мне поступают И Потом И споры Какие-то Возникают Зачем Ты не знаю Зачем Со мной Спорить Вот И на вас Сылаются Что якобы Благовествовать Нужно Только Тогда Когда Ты У тебя Много Знаний Хотя Вся Библия Все Ивангелие Говорит Что нужно Всегда Благовествовать И когда Есть знания И когда Нет знаний Вот Ну а что Надо сказать По знаниям И поступай Ты узнал Что Христос Умер за тебя Вот это Теперь Говоря А на следующий день Ты узнал Что не все Войдут в рай Дальше Продолжай Об этом Говорить По мере Как наполняет Тебя Господь По такой Мере Пусть Из тебя Животворная Вода Течет Да Спаси Христос Да Так что Не надо Ждать Когда Ты 10 Классов Университет Кончишь А сходил Один раз В первом Классе И уже Ты узнал И вот это Говоря То что Ты узнал Ну конечно Скорость Я когда Евангелие Получил Библию Через 3 месяца Кажется С половиной Я уже стоял На капитре Проповедовал У баптистов Уже Библия Мне была Известна А я первый раз Ее увидал У меня Большая ревность Была Вот Вообрази Такое На воскресный День Ну С чем Занимаются А мне 23 года Я ушел В лес Чтоб никто Не мешал С Библией Наступил вечер Чтоб туда-сюда Не ходить Я далеко Забрел Я залез Нашел березу У нее сучки крепкие Свил гнездо Как шимпанзе Обнял березу И там спал Утром проснулся А распадок Дизина И там туман И я с Библией В обнимку На березе Я вот сегодня Говорил У кого есть Какая-то связь С какими-нибудь Режиссерами Только такой Хороший Как Никита Михалков И чтобы Мое стихотворение Пример к себе Своим воображением Я давал Его Могу еще раз Скинуть И по нему По каждой строчке Поставить Как бы Фильм этот Сколько Претерпеть Пришлось Я начинаю Я с Моисеем На своей вершине В последний раз Смотрю из-под руки Враги с собаками С биноклями В машине Мой след Вынюхивает У кустов Реки Моя погоня Гнались До упаду Я отошел Не достигаем вам Прощай Земля Азарт Закон Ограда Мой труд Следы Считайте По слогам Я успевал На каждом Повороте Засеять поле Застолбить Межу Со златоустом Путь Житийный Пройден С той стороны Земли На все Гляжу Там 9 куплетов И вот по куплетам Это вся режиссура Здесь Как бы это составить Это целый фильм Был бы И не надо Никаких артистов Я живой Вот если у кого Есть какая-то Тоже мы можем Эту тему разработать Я раньше Участник был Четырех фильмов Вот Причусть Все сняли Он Занял первое место На международном Киноконкурсе Златоуст Из Потеряевки Первое место В России Среди документальных Фильмов О православии Еще было Второе Крещение Руси И Преображение Я не артист И нигде Роли артистов Не играл А просто Я сегодня На собрании Об этом говорил Все пока Спасибо Христос Спасибо